На сегодняшний день в Чувашии более 30 тысяч человек переболели новой коронавирусной инфекцией. Из них 27,5 тысяч смогли справиться с ковидом. Распространение инфекции удается сдерживать. Ситуация остается стабильно напряженной. Причем стабильность не просто хрупкая, но очень шаткая. Мы, к сожалению, идем по пути пока раскрытия нового коек для лечения больных новой коронавирусной инфекцией. Количество людей, которые находятся на стационаре, соответственно, увеличивается. Тяжелая эпидобстановка в Алатарском, Шимуршинском, Батыревском, Гомсомольском районах. Особенно в Алатаре и Канаше. Жители этих районов вакцинироваться не спешат. По всей республике сделали прививку более трети взрослого населения. Из практически 248 тысяч старшего населения мы должны привить. Это 90% всего старшего населения. И на сегодняшний момент мы привили только 92 242 человека, что соответствует 33,4% Чувашской республики. На территории Чувашии 56 стационарных и 13 мобильных прививочных пунктов. Работают каждый день, без выходных и праздников. Только массовый иммунитет позволит победить коронавирус. Сейчас об этом говорить рано. В республике за последние 8 недель отмечается рост заболеваемости, еженедельный рост заболеваемости. На текущей неделе зарегистрировано от 70 до 79 новых случаев заболеваний в день. За прошедшие 5 суток и на предыдущей неделе наметилось замедление темпов прироста заболеваемости. Итоги заседания оперативного штаба подвел глава Чувашской республики. Вынужденным решением стало на следующей неделе запретить проведение массовых мероприятий, ограничить работу мест общественного питания до 9 часов вечера в трех муниципальных образованиях – Алатари, Порецком и Алатарском районах. Екатерина Никитко, Татьяна Раевская, Юрий Марков, Республика.